веснушка один я веснушка прием здорово ребята у меня тут безвыходная ситуация или нет сейчас будем посмотреть значит краткая предыстория ехали наши дворфы ехали и приехали в очень злое место это тундра это холодно это очень злой биом очень дикий очень злой и мало того у нас здесь рядом практически под боком крепость темных гоблинов которые к нам враждебные которые занимают большую территорию приехали мы здесь и ну поскольку белым злой необходимо сразу как можно быстрее закопаться куда-то спрятаться закрыться какими-то дверями чтобы можно было безопасно развиваться у нас здесь наверху я сразу зарылся закопался значит вот здесь прикинул место такой шлюзовой вариант здесь у нас место для караванов будет здесь вход двери тоже будут закрывать и здесь тоже вход дальше в крепость такой шлюзовой вариант вот перенес разобрал повозку перенес все что было в повозке сюда перед перетащил животных ну и собственно отсюда все забрали можно уже закапываться закрываться но нам нужен материал здесь у нас деревьев нет вообще есть редкие кустики поэтому древесина не вариант единственное количество материала которые у нас есть это три бревна которые мы получили при разборке повозки когда я начал зарываться вниз обнаружилось что у нас под поверхностью вот первый слой это почва второй слой это почва а третий слой песок и этот песок является водоносным слоем причем это не просто водоносный слой а тяжелый водоносный слой что это означает а это значит всего-навсего что если мы попробуем копнуть немножко ямочку вот здесь это ямочка практически моментально заполняется водой то есть пройти этот водоносный слой без каких-либо механизмов либо обрушений либо какими-то методами не получится у нас проблема вот этим песчаным слоем находится вот здесь дамп дамп клей здесь глина глина водоупорный слой теоретически если мы пройдем как то попрос можем пройти вот этот слой то через глину можно будет пройти и дальше можно будет взять какой-то камень а камень это уже строительный материал значит давайте посмотрим на задачу ну какие есть варианты решения этой задачи ну во первых у нас есть три бревна мы в принципе можем построить я вот не уверен можно ли построить стену из бревна wall да из бревна можно построить стену то есть мы можем два бревна законопатить вход да вот вот здесь где-то или тут закрыто бочку не донесли я же сказал все перенести бочку тут бросили это важно бочку надо перенести вот мы два бревна можем законопатить стены из одного бревна мы сможем сделать одну какую-то мастерскую то есть допустим там это мастерская для варенья пиво посадить огородики и пытаться дождаться пока то есть кушать есть пить там может быть надо сделать какую-то не знаю кухню наготовить еды разобрать кухню сделать мастерскую для пивоварения поварить пиво и выращивать там какие-то грибочки для того чтобы дожить дожить до каравана чтобы с каравана можно было что-то ему продать какую-то ткань там может быть что-то его заинтересует после чего купить у него бревен еще материала для того чтобы пройти этот слой это вариант 1 единственное что когда придут торговцы нам придется стены разобрать вроде бы получаем обратно бревной стены то есть нам придется вот этих три бревна обратно разобрать те конструкции которые мы сделаем для того чтобы поставить трейд-депо по моему на трейд-депо нам надо до 3 бревна как раз три бревна надо на трейд-депо вариант 1 но сидеть целый год размечать тут и как бы не доходить до камней не так интересно поэтому я думаю что целесообразно все-таки несмотря на то что у нас такая практически безвыходная ситуациям сидеть ждать даже закупориться сидеть ждать не вариант давайте попробуем пройти водоносный слой я знаю как минимум три метода я не уверен хватит ли на материала на проходе на использование первыми с помощью насосом давайте проверим попробуем посмотрим как это будет работать значит у нас есть три бревна нам необходимо нам необходимо построить построить помпу для того чтобы построить помпу нам нужен винт из одного бревна труба из 2 бревна и блок из 3 бревна но для того чтобы это все сделать нам нужен воркшоп карпентер если давайте давайте сделаем так делаем воркшоп из бревна проверим так сделали добавляем сюда блок и делаем из 2 бревна блок сколько блоков ты сделаешь из бревна 4 мы получили 4 блока из бревна это это очень хорошо теперь разбираем воркшоп и мы должны вот это бревно из которого он сделан получить обратно и ты чё ты чё рыбачишь и смотри в водоносном слое короче рыбу ловит и черепаху поймал так это бесконечный источник пищи это вообще клондайк так до разбираю разобрал и теперь мы делаем мастерскую плотника или столяра но уже не из бревна а из блока того у нас бревно мы освободили у нас остается два свободные бревна вот из первого бревна мы делаем винт а из 2 бревна мы делаем трубу к скрю и pipe section давай слушай так это круто мы черепах можем готовить с едой вообще не проблема кому-то прилетели так есть и бар есть это можно разобрать она в принципе нам уже не нужно у нас есть у нас есть два три четыре пять блоков неинтересно нужно ли было прокапывать вот это нам теоретически то есть насос должен успеть выкопать вот отсюда давай попробуем теперь воркшоп нет не воркшопа machines screw pump наверх перекачивать вот так закидываем туда материалы есть и вот здесь нам нужно прокопать ямку то есть наша помпа будет забирать воду отсюда и сбрасывать его и в этот тайл на этом уровне я думаю что вся вода поскольку тут внизу уже вот она сразу заполнилась да как только я снял с паузы то вода пасму водоносный слой быстро будет впитывать но может быть часть воды будет разливаться я не думаю что это сильно страшно давайте попробуем запустим посмотрим что будет star pump мануали и посмотрим сможем ли мы копаться я думаю да как только мы остановим насос вот этот у нас затопит у нас затопит это потом будет проблема то есть нам нужно быстро прокопаться набрать камней и успеть перенести эти камни наверх если мы не успеем то есть смотри пока дворф у нас работает он перри выкачивает воду но она постоянно здесь появляется то есть как только мы пройдем она появляется довольно быстро как только мы пробьемся вниз там под глиной допустим допустим следующий кубок блок это камень нам необходимо будет выбрать зону но мы скорее всего не успеем почему потому что тут под по единички по двоечки появляется вода можно было попробовать откачивать я не знаю можно из ступени отка из ступени откачивать или нет давай попробуем то есть может быть я неправильно сделал что вот этот прокопал вам попробуем это раз разберем так это разбираем разобрали надеюсь там ничего не попадало вниз если что считается ничего не попадало так и вот здесь надо тоже прокопать прокопать есть давай попробуем посмотрим если можно со ступенек то это было бы проще так шел крутит нет со ступенек он не забирает в любом случае надо забирать сбоку но скорее всего мы не успеем то есть может быть здесь целесообразно было не ступень а нура рампа все равно не поможет проблема заключается в чем проблема заключается в том что как только мы начнем откачивать то есть несмотря на то что он интенсивно откачивает и тут можно работать но несмотря на это вода прибывает достаточно быстро и мы может быть успеем пробиться на уровень камня а для этого нам нужно продолбать в нижнем уровне вот здесь где глина в слое глины водоупорной пробить ступени потом добить ступени до камня и в камне начать выбор то есть может быть глину успеем пройти но как только мы дойдем до камня здесь уровень воды вот по единичке по 2 она будет очень быстро заполнять мы просто-напросто не успеем это сделать может быть то есть здесь у нас вода появляется стекает из пусть три стены может быть если нам удастся закрыть несколько стен давай попробуем так сделать запускаем помпу так а на вот этом уровне у нас есть у нас три блока свободных очень много конструкция ну вау так давай все стяну то делали хорошо теперь эта стена отсюда вода уже не поступает у нас есть еще три стены это разбираем выкапываем вот здесь и вот здесь так и ставим ставим насос вот сюда так чтобы он перекачивал отсюда в эту сторону поставили установили хорошо запускаем наш насос и готовимся строить стену в этом месте двор пришел начинает качать берем сбоку сбоку делаем стену вода много но от нормально все сделали теперь у нас остается еще два тайла которые нужно герметизировать так это много мух и черепах давайте перестанешь рыбу ловить и нам только мешаешь где-то у выбор фишер давай ты не будешь фишер переставай так отсюда теперь будем выкачивать отсюда будем выкачивать куда пускай вниз будет это не сильно важно так вот так устанавливаем и качаем это вниз есть готова несмотря на то что видишь она выкидывает водоносный слой настолько мощный что он сразу поглощая да то есть она не расплескивается практически так готовимся сразу делать стену начал выкачивать запускаем производство стены есть теперь основной вопрос мы герметизировали три стены то есть без герметизации мы мы бы точно не успели пройти но сейчас мы герметизировали позволит ли нам это пройти вот этот слой или нет сейчас мы это узнаем так теперь нам нужно выкачивать воду вот отсюда давай и куда мы будем выкачивать куда-то в бок или а вот здесь я не могу насос поставить так чтобы не сильно это некрасиво как-то делать нет не могу да но потом пола пола можно будет закрыть это все давай давай вот здесь прокопаем так и устанавливаем помпу в эту сторону теперь у нас нет блока если у нас хотя бы камешек хоть один какой-то был или что угодно то есть у нас просто нет блока помощью которого мы сможем построить здесь стену вот основной вопрос позволит ли герметизация стен начал разливать но не страшно нет по моему с точно такой же скоростью прибывает но давай попробуем пробиться и посмотрим что из этого будет так пробиваем ся вот этот слой и вот этот слой погнали взял работу так попал сюда отменил работу продолжай нет тут уже видишь уже очень быстро натекает уже глубина то есть вот это верхний слой песок мы сейчас откачиваем здесь работает дворфу нас вот то есть уже по единичке очень быстро натекает и вот здесь уже заполнено здесь уже семерка поэтому глину мы пробили но дальше в камень мы выйти не успели то есть даже может быть на низких снизить скорость игры вот по ней понизить количество кадров снизить скорость игры может быть микроконтролем и ну я думаю что не удастся успеть то есть у нас получается безвыходная ситуация или нет как вы думаете как можно решить эту задачку не ожидая следующего каравана то есть можем ли мы пробить водоносный слой имея всего три бревна или нет ваши идеи рекомендации пожелания по прохождению этой карты жду в комментариях я думаю что задачка решается легко если вспомнить что